Приветствую всех на канале ПВЗ Дичь. Сегодня первое видео в новом году и посвятить я его решил рубрике, которую почему-то очень редко обновляю, а именно сравнение растений. И сравнивать я собрался два имбовых ближника, латук или догриб. Знаю, что такое видео есть уже на ютубе, но рубрику эту придумал я, так что имею право снять свою версию сравнения, может быть раскрою его в ином свете. Перед тем, как приступить к делу, напоминаю о телеграм-канале, где прямо сейчас идет представление команд моего первого чемпионата зомби, который стартует уже в субботу. Переходите по ссылкам и узнаете их составы. Ну и про бусты не забываем, там кстати также на этих выходных стартует третий мини-чемпионат, так что если вам мало турниров, то оформляйте подписку. Ну а теперь переходим к делу. Так как на ютубе все больше каналов, которые выкладывают видео уже не только с чемпионатами, но и с другими моими рубриками, мне постоянно приходится придумывать какие-то пути улучшения своего контента, чтобы не оказаться на помойке истории. Поэтому сегодня в сравнении будет новая система оценки. После первого параметра вы поймете о чем речь. И этим первым параметром будет естественно цена в солнышках. Оба растения стоят одинаковое количество энергии, а именно 175 солнц. Так что начинают латук или догриб с равенства. Но тут же я сразу скажу про второй параметр. Это время перезарядки в колоде. Во время битв он очень важен. И тут латук превосходит своего визави аж на 5 секунд, если говорить о первом уровне растений. Высадив пятый салат, ледогриб успел созреть только 4 раза. Существенное, но не критическое преимущество. И на примере второго параметра вы поймете какие же изменения претерпела система оценки. На старте мы можем отметить равенство в цене. Тут ничего необычного. А вот второй параметр, которым является перезарядка. Тут я ставлю вместо плюса латуку единицу. А ледяному грибку вместо минуса 0, так как он уступает латуку. При этом в некоторых параметрах будет еще и 2 балла. Это в случае, если у обоих растений будет присутствовать скилл, но у кого-то он сильнее. В общем, чуть позже все поймете. А тем временем мы переходим к следующему параметру. И вероятно, он будет сегодня самый сложный для оценки. Я говорю о прочности. В характеристиках заявлено, что оба растения обладают повышенной прочностью относительно других среднестатистических растений. Обычно незащитные персонажи имеют до 300 хп. У ледогрибажа 550, а у латука и вовсе 900. Казалось бы, все ясно. Оба должны получить по одному баллу за повышенное здоровье. Но так как латук прочнее, то он должен получить и вовсе 2 балла. Однако, тут вступает в дело аура ледогриба. Если выпустить зомби за пару клеток от растений, то из-за замедления ледогриб будет иметь огромное преимущество, даже если на лужайке будут бумбоксеры. Они не могут отключить его ауру, в отличие от способности латука бросать масло. Поэтому я решил заспавнить обоих зомби на клетки с испытуемыми растениями. В таком случае зомби почти одновременно приступают к трапезе. Хотя, конечно, верхний снова замедлился и даже спавнился немножко медленнее. В принципе, это мелочь. А вот что точно не мелочь, так это то, что в итоге он закончил поедать ледогриб на 2,5 секунды позже. То есть латук, даже будучи прочнее, все равно будет обороняться меньшее количество времени, чем ледогриб, который в любом случае будет замедлять зомби хоть с музыкой, хоть без. Таким образом, толку от голых цифр нет. Важно то, как все происходит в реальном бою. Зомби были заспавнены на клетки с растениями. Так что тут была действительно оценка времени обороноспособности растений. Была у меня попытка реабилитировать латук с помощью разных зомби с силовой атакой, а не укусами. Но тут вообще случилась какая-то дичь. У минигарга атака равняется 750 хп. То есть по латуку он должен был наносить 2 удара, а по грибку 1. И это должно было продемонстрировать преимущество салата. Но почему-то коротышке потребовалось 2 удара и по ледяному растению. Если кто-то разгадал эту загадку, пишите в комментах. Почему ледогриб, имеющий 550 хп, выдержал 1 удар силой 750 единиц урона? Лично я слишком туп для того, чтобы решить эту задачу. Остальные виды зомби с мощной атакой на расстоянии наносят слишком большой единоразовый урон, чтобы преимущество латука как-то сыграло роль в условиях боя. Оба растения мгновенно погибают и от прилета вазы, и от сжигающего луча деда с черепом, и от микрофона МС. Так что в этом случае цифры вообще ничего не решают. Оба растения получают по 1 баллу за повышенную прочность, но вопреки ожиданиям ледогриб себя показал более стойким растением, так что это тот случай, когда один персонаж получает 1 балл, а второй 2. На мой взгляд такая система лучше, чем всякие плюс-минусы. В будущем я собираюсь ввести еще более точную градацию. Следом параметр, который оценить гораздо проще, но все равно и он имеет свой нюанс. Я говорю о дистанции атаки. И как мы видим, оба растения имеют одинаковую дистанцию для удара, которая равняется одной клетке. Конечно, можно сказать, что ледогриб с повышением уровня повысит расстояние, с которого начинает атаковать, но это уже больше относится к параметру прокачки. Так что сейчас я поставлю знак равенства. С кирпичеголовым я не закончил. На его примере мы посмотрим, кто лучше справится с зомби повышенной прочности. Да, можно было бы еще проверить и зомби средней прочности, но с ними и лотук, и ледогриб легко и очень быстро справляются, так что там был бы знак равенства, который ничего не решает. А вот на примере кирпичеголового видно, насколько быстрее лотук его убивает. Верхний зомби даже успел нанести несколько укусов. Таким образом, оба растения заслуживают единицу, но за счет скорости лотук показал себя лучше, и это позволяет мне сказать, что он более подходящее растение для битвы с одним очень прочным врагом. Это 2 балла. Конечно же, требуется и проверка против сверхпрочных зомби с ваншот-атакой, коим являются все гаргантюа. В сравнении лотука и покры я уже показывал вам, что салат может одолеть гиганта, а вот ледогриб, несмотря на то, что изрядно потрепает гарга, ни при каких условиях в одиночку на первом уровне не выстоит. Однако давайте вернемся к лотуку. Каково же было мое разочарование, когда я обнаружил, что с момента его сравнения с покрой разрабы изменили механику воздействия его масла. Оно станет врага на 8 секунд, но если раньше при повторном вылете куска масла счетчик как бы обнулялся и у салата снова было 8 секунд на то, чтобы опять застанить громилу и таким вот образом постоянно быть в безопасности, то теперь этот счетчик не обнуляется и стан срабатывает только если предыдущий кусок масла закончил свое действие. Это огромное ослабление лотука, но все-таки даже с этим ослаблением у данного персонажа есть шанс одолеть гаргантюа, пусть и вероятность его теперь очень сильно уменьшилась. В общем, как бы там ни было, лотук заслуживает хотя бы 1 балл, и я вам это показал на практике. Ледогриб же здесь бессилен 100%. А как насчет боя с большим количеством зомби? Тут нужно проверить оба растения на самом легком спаме. Базовых зомби на каждой полосе по 20 штук, и оба испытуемых начинают их разваливать одного за другим. В своем обзоре ледогриба я не упомянул важнейший скил этого растения. Ледяной гриб имеет сплэш урон, ну или пронзание. Называйте как хотите, главное, что все зомби в зоне поражения этого растения получают урон. А вот лотук бьет исключительно по одной цели, что, правда, не мешает ему легко справиться с этим спамом. Тут оба растения получают по 2 балла, так как даже закончили почти одновременно. Теперь проверим их на спаме зомбарей попрочнее. Я взял ведроголовых, и это уже тип зомби, который можно отнести к категории средней прочности. Тут-то и всплывает на поверхность тот факт, что лотук атакует зомби по очереди. Салат просто-напросто не успевает убивать всех приближающихся к нему противников, и в итоге они его съедают. А вот ледогриб, обладая замедлением, сплэш уроном, и к тому же мощной атакой, не дает ведроголовым успеть себя укусить. Все зомби разваливаются на пару секунд раньше, что позволяет грибку справиться даже с этим спамом. Данный факт приносит ему 2 балла, а вот лотук сплоховал и не получает ничего. Несмотря на то, что я уже дошел до середины сравнения, я все еще не сказал о вспомогательных скиллах растений. У обоих они имеются, так что и ледогриб и лотук получат минимум по 1 баллу. Но вот если сравнивать броски масла и замораживающую ауру, я отдам предпочтение именно ауре. Во-первых, мы уже видели, как она делает из менее прочного гриба более стойкое растение. Во-вторых, она распространяется сразу на площади в 9 клеток и при этом действует перманентно, в то время как лотук бросает масло зачастую только перед собой. Очень редко оно летит еще и на фланги, но при этом даже в центр масло вылетает с шансом всего 10% на первом уровне. По-моему, тут даже обсуждать нечего. Замедление ледогриба гораздо эффективнее, наверное, в 95% случаев. Разве что с гаргом он уступает, стану маслом. Так что тут лотуку я дам балл за наличие скилла, а грибку дам 2 балла. Один за наличие скилла, второй за превосходство над оппонентом. Кстати, это ведь еще не все. Ледяная аура позволяет не только заморозить и замедлить зомби, она ведь еще и обеспечивает усиление растений ледяного семейства. Причем не на какие-нибудь 10-20%, а сразу на 75%. При повышении уровня и высадке мяты усиление и вовсе становится больше, чем в 2 раза. Например, уже сейчас видно, что зомби, идущий на полосах, где на ледяной горохострел и ледяные колючки действуют ауры ледогриба, получают урон гораздо больше, чем на крайних полосах, где ауры нет. На такой прием лотуку просто-напросто нечем ответить, у него подобных скиллов нет. Да и в принципе в игре считанное количество растений, которые могут похвастать способностью усиления других растений. Так что это позволяет мне начислить ледогрибу еще 2 балла, а лотуку остается с баранкой. Далее очевидный факт. Оба героя сегодняшнего сравнения не могут похвастать фланговой атакой. Все курицы, которые помчатся по 3 дорожкам, где нет ледогриба и латука, пройдут в итоге к косилкам или что там у вас стоит. Было бы забавно, если аура грибка еще и куриц уничтожала, но это уже была бы совсем какая-то дичь. Так что обоим я влепляю по нолику. Ну а что же у нас насчет самих куриц? Конечно, вряд ли в условиях игры вы встретите уровень, где будет столько куроводов. Например, в сравнении латука и покры я выпускал всего 5 штук фермеров, и тогда латук справился по 3 полосам. В принципе, это растение приемлемое оружие для обороны от куриц в умеренном количестве. За счет скорости атаки и повышения прочности салат может отбиться от десятка птиц, но когда их такое количество, то тут уже ничего латук не может. Я думаю, справедливо будет поставить ему 1 балл, как я это сделал в сравнении с покрой. Теперь посмотрим, что покажет ледогриб. И тут снова огромную важность будет иметь сплэш-урон. Курицы толпятся около грибка, причем он их еще и замедлил, ну а затем несколькими ударами хлопнул сразу всю эту оголтелую стаю. Это очень крутое оружие против данной угрозы. Совершенно точно 2 балла. Начинает создаваться впечатление, что ледогриб значительно превосходит латука по многим параметрам. По крайней мере, скиллов у него точно больше. Однако сейчас и салат получит возможность доказать, что не зря он считается имбой. Это растение отличный защитник тыла, так как может бить в обе стороны, причем не теряя эффективности, как многие другие персонажи. Атака латука что вперед, что назад имеет одни и те же характеристики, что позволяет ему убить теоретически даже гарга, если бы он мог оказаться в тылу. Ну а ледогриб, как оказалось, тоже может защищать тыл, правда только если зомби будут к нему вплотную. Эта атака фактически баг. Но баг или не баг, факт в том, что ледогриб может убить в тылу даже зомби средней прочности. И все же он уступает латуку в этом аспекте. Так как любой мертвяк с парой тысяч хп станет для него смертельной угрозой. Таким образом, за наличие способности бить зомби в тылу, ледогриб получает 1 балл. А латук получает еще один сверху за превосходство в этом аспекте над своим оппонентом. А вот в следующем аспекте превосходство уже на стороне грибка. Речь о способности отбиваться от огненных зомби. В игре их всего 3, 2 из них факелоносца и 1 факир. С обычным факелоносцем может справиться как ледогриб, так и латук. Этому зомби просто не хватает скорости. Но если в дело вступит факелоносец-ветеран, то тут уже латук не успевает грохнуть врага и поэтому превращается в пепел. А вот ледогриб за счет ауры сначала тушит факелоносца и затем безоружный зомби становится жертвой гриба. Казалось бы, тут нужно ставить 2 балла ледогрибку и 1 балл латуку. Но на самом деле тут более справедливая оценка будет 1 балл верхнему персонажу и 0 баллов нижнему. Все дело в том, что с тем же факиром не справится никто. То есть по факту скилл тушения у грибка не полноценный, а у латука его вообще нет. Тот факт, что он убивает обычного факелоносца, это единственная зацепка латука. Вот для таких случаев и нужна более точная градация, но ее я введу позднее. Сегодня же оставлю все так. В общем, с огнем все неоднозначно, зато со льдом все проще паренной репы. Полный иммунитет к заморозке это еще одна полезная особенность ледогриба. По-моему, это сравнение раскрывает данного персонажа даже лучше, чем обзор. Насколько же он имбовый. Столько разных скиллов и плюсов, наверное, не имеет больше никто в игре. Ну а латук легко превращается в глыбу, так что гриб получает чистые 2 балла, а салат очередную баранку. Мы приближаемся к финалу и на очереди сравнение ульты. Тут я столкнулся с проблемой. Несмотря на то, что оба растения ближники, суператаки у них друг на друга не похожи. У одного она представляет собой бомбардировку мощными снарядами, а у другого по большей мере серию усиленных ударов и увеличенный выброс масла. Единственное сходство это то, что и сосульки, и первый выброс масла летят по всей лужайке и осложняют продвижение зомбарям. В остальном же тут полные противоположности. При этом не сказать, что они какие-то сверхмощные. Ни латук, ни ледогриб не могут одной подкормкой справиться с гаргом. Да и в принципе у ледогриба она не создана для одной крепкой цели. Она больше по части атаки нескольких средних. Короче, я вообще не могу тут ничего привести к общему знаменателю, поэтому оставлю вопрос открытым и просто присвою знак равенства. Ну и последний параметр, который я хочу оценить. Прокачка это одна из важнейших составляющих оценки каждого растения и я хочу сказать, что как и в случае с ультой, оба сегодняшних персонажа имеют совершенно не похожий принцип роста характеристик, но при этом я убежден, что оба они очень классные персонажи для прокачки. Ледогриб я и вовсе качал в отдельной рубрике и на примере римских гаргов вы видите, насколько сильными становятся эти два персонажа. Вот только латук позволил гаргам бросить импов и далее оборона уже обыграна. В то же время ледогриб получил возможность атаковать с большей дистанцией, что ставит его еще более выгодное положение. То есть если на первом уровне латук имел преимущество хотя бы в противостоянии с гаргами, то на 10 левеле ледогриб даже в этом аспекте выглядит предпочтительнее. Ну а если говорить о спаме, то тут латук хоть и стал намного эффективнее за счет выброса огромного количества масла, но все равно гриб будет его превосходить. Например, шкатулкоголовые сейчас могут стать отличной проверкой. Я специально присвоил им еще и третий уровень, как в финале прошлого чемпионата. Посмотрим, как выступят два наших героя. Латук хорошо себя показывает и зомби действительно потеряли много своих бойцов, но все-таки латук их не удержит. Все пять полос совершенно точно прорываются и зомбарей остается еще примерно 50%. А теперь взглянем, как в точно такой же ситуации себя покажет ледогриб 10 левела. За счет увеличения дистанции атаки, сумасшедшего усиления ее мощности, заморозки и сплэш урона, ледогриб кромсает зомбарей и появившихся макак словно сухие ветки. Не буду тянуть и скажу, что это растение уничтожит и сотню, и тысячу таких врагов. То есть по мере прокачки он становится почти неуязвимым. Лишь какие-нибудь катапульты и подобные враги могут его убить за счет атаки на расстоянии. В ближнем же бою это гигачат, киборг, помноженный на вечность и еще много-много других эпитетов. Так что пусть латукой отлично качается, за что получает 1 балл, но ледогриб создан для прокачки, поэтому ему 2 балла. И теперь мы можем подвести итог. Посчитав все баллы, итоговый счет 19 на 12 в пользу ледогриба. На самом деле я немного удивился, когда снимал это видео. Я считал, что гриб и салат примерно одного уровня. Но после сравнения у меня вообще нет ни единого сомнения в том, что ледогриб более имбовое растение. У него гораздо больше скиллов, это очень разностороннее растение, при этом очень мощное и имеющее один из самых высоких потенциалов прокачки. Латук же превосходит своего визави только по урону в секунду и в битвах 1 на 1 с мощными зомби, но только на первых уровнях. По мере прокачки даже это превосходство испаряется. Я даже ловлю себя на мысли, что часто тяжело выбрать победителя и приходится уточнять, что растения хороши в разных ситуациях. А сегодня я твердо могу сказать, что ледогриб сильнее латука. Пусть я и люблю салат и он в моем топе, но я вынужден признать, будь у меня выбор, кого брать в сюжетку, я бы выбрал ледогриб. Вот такой я сегодня категоричный и на этом сравнение подходит к концу. Надеюсь оно будет полезно для тех, кто только начинает играть в ПВЗ, а может даже и опытные игроки тоже что-то новое подчерпнут. Рубрику обновил, как камень с плеч упал. Лайк не клянчу, но если поставите, буду рад. Заглядывайте в телегу, смотрите какие команды ждут нас в моем первом чемпионате зомби и увидимся в следующей дичи. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok